В Саранске с 28 по 31 июля проходит всероссийский турнир по следж-хоккею «Прорыв». В его рамках также запланировано несколько социальных и культурных мероприятий. Форум начался уже в четверг с мастер-класса от Яны Ямаледдиновой по окрашиванию одежды в технике тай-дай. А также участники могли пообщаться с игроком клуба национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», обладателем Кубка Гагарина и воспитанником пензенского хоккея Климом Костином. Все почетные гости приняли участие в торжественной церемонии открытия, которая прошла во Дворце культуры Мордовского госуниверситета. Я надеюсь, это станет доброй традицией. Ну а мы от Министерства спорта, молодежной политики Республики Мордовия, от правительства Республики Мордовия, лично от главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова будем делать все, чтобы вам было максимально комфортно. И такие мероприятия у нас проводились как можно чаще, потому что это здорово, это ярко. И вы, только и вы доказываете, что нет ничего невозможно, и вы, ребята, с безграничными возможностями. Благодворительный проект «Больше чем спорт» занимается развитием детских адаптивных видов спорта на территории нашей страны. И все началось именно со слэдж-хоккея чуть больше года назад. За это время руководителям удалось организовать команды в трех городах, где раньше слэдж-хоккея не было. Это Балаково и Кузнецк из Саратовской и Пензенской областей, а также Саранск. Успешный опыт по интеграции детей с ограниченными возможностями перерос в еще один проект «Культура через спорт», где участники подобных мероприятий не только соревнуются друг с другом, но и открывают для себя новые города нашей страны, познают культуру народов, общаются с известными людьми из различных сфер. «Такие мероприятия намного важнее всех кубков, всех медалей и всего на свете. Я очень благодарен. Это большая честь на самом деле здесь присутствовать, поэтому именно меня пригласили. Я всегда с удовольствием с любого конца света приеду, мне без разницы. Это очень важно, что такие ребята, ты на них смотришь и понимаешь, что на самом деле твои возможности безграничны, и что где-то когда-то ты хочешь там сфилонить или не хочешь тренироваться идти, просто достаточно вспомнить их и, не знаю, само все будет. То есть сам начнешь тренироваться и все делать. Они на самом деле дают большой толчок». Матчи всероссийского турнира по следж-хоккею «Прорыв» проходят на Саранской арене. В турнире принимают участие пять команд. Это коллективы из Саратова, Нижнего Новгорода, Кузнецка, Балакова, а также дебютанты коллектив «Сия Жар» из Саранска. В будущем организаторы планируют сделать подобные форматы мероприятий традиционными, а также расширить географию участников, открыв следж-хоккей в городах, в которых его еще не было. «Есть примеры, когда дети начинают ездить на такие соревнования, как это, они знакомятся с ребятами из других городов, и у них появляются друзья, то есть они начинают в социальных сетях активно переписываться, ездить друг к другу на каникулы, в гости, дни рождения вместе праздновать, и у них появляется такое некое сообщество. И после того, как мы увидели, как спортивная тема им помогает развиваться, мы сделали еще дополнительное направление «Культура через спорт», чтобы через спорт для наших детей прививать культурно-нравственные ценности. Поэтому в рамках командообразующих мероприятий у нас проходят путешествия в разные города, экскурсии по музеям, знакомство с историей своей страной, встречи с выдающимися людьми, предпринимателями, которые добились определенных успехов, для того, чтобы наши дети понимали, что они могут достигать выдающихся результатов в любой сфере, какую бы они для себя не выбрали. Хочешь стать врачом, он может им стать, хочешь стать певцом, он может стать. А слэш-хоккей – это только инструмент для того, чтобы научиться тому, что наши возможности безграничны. Юрий Осипов, Игорь Гангаев, программа «Наш спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова